Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, хочу напомнить вам официальное определение ВОЗ, что такое антибиотикоассоцированная диарея. Это наличие трех или более эпизодов неоформленного стула в течение двух или более последовательных дней, развившихся на фоне или в течение двух месяцев после приема антибактериальных препаратов. Но в практике, как мы видим, симптомы у большинства пациентов возникают во время лечения антибиотиков, то есть это где-то на второй-четвертый день приема. И также у 30% случаев отмечено и после приема антибиотиков, то есть и на десятый, и даже были случаи описаны через месяц и через два после приема антибиотиков. И выделяют две формы диареи при приеме антибиотиков. Первая – это инфекционная диарея, связанная в основном с клострадиальной инфекцией. Это примерно 20% наших пациентов, но, как я уже сказала, что это клострадиальная в основном клостридиум дефицели. И в основном это пациенты, которые находятся в стационаре или со сниженным иммунитетом, то есть в анамнезе большое количество принятых антибактериальных курсов. И вторая – это идиопатическая, так называемая неинфекционная диарея. Как раз встречается в амбулаторной практике 80% случаев, о которой мы с вами и в основном будем сегодня говорить. Проявляется это и вздутием с избыточным газовыделением, абдоминальным дискомфортом и послаблением стула без крови и слизи. То есть патологических примесей мы при идиопатической диарее не видим. И каков же механизм простой идиопатической диареи? Происходит снижение микробов, синтезирующих бутерат. Происходит изменение абсорбции воды электролитов. Снижение мукозного слоя слизистой толстого кишечника. И также следует учитывать материноподобные действия некоторых антибиотиков, в том числе и клоритромицина. То есть мы уже как раз в амбулаторной гастронтрологии в основном при назначении антибиотиков сталкиваемся именно в схемах эрадикации, когда мы назначаем клоритромицин. Поэтому следует это учитывать. И как показали исследования, что при приеме антибиотиков в первую очередь гибнут бактерии, продуцирующих масляную кислоту. А бифидолактобактерии сохраняют свой пул. И также при последнем исследовании было показано, что уже у пациентов с хеликобактерной инфекцией количество бутерат-продуцентов значительно снижено. А при назначении радиационных схем терапии уже на второй день антихеликобактерной терапии мы видим значительное снижение бутерат-продуцентов. То есть таким образом изначально пациенты с хеликобактерной инфекцией уже скомпрометированы в отношении развития диареи. И также последнее исследование, свежее, 2018 года, как раз было проведено с пациентами с хеликобактерным гастритом, которые получали тройную терапию с висмотом. Было оценено разнообразие микрофлоры именно геноинженерии. И так было отмечено, что значительное снижение разнообразия количества бутерат-продуцирующей микрофлоры в первые дни лечения снижается, но и наиболее выражено на 14-й день. И мы видим, что снижаются, как и на уровне семейств, родов и видов. То есть такие важные анаэробы, которые продуцируют масляную кислоту, это фекалию бактерию праузницы, энтеробак и другие наши анаэробы. С другой стороны, как раз антибиотик сам по себе вызывает значительное изменение физико-химических свойств слизистого толстого кишечника. И за счет чего? За счет подавления синтеза антимикробных белков происходит истончение мукозного слоя и снижение плотности контактов колоноцитов. То есть мы видим, что и второе отрицательное действие антибиотиков на слизистую кишечника. И таким вот образом механизм антибиотика ассоцированной диареи мы видим, что антибиотик провоцирует гибель бактератосинтезирующих микробов. Также происходит из-за этого снижение обмена натрия и воды, то есть электролитов, возникает ассоцированная диарея. С другой стороны, происходит снижение энергообеспечения эпителия кишечника, так как снижается количество бутерат, продуцирующих бактерий. Происходит нарушение целостности слизистой толстого кишечника, так и сам антибиотик воздействует отрицательно на слизистую, как я уже говорила. И таким образом возникает диарея. Но каков же вопрос остается, у какого количества пациентов мы видим побочные действия при назначении эрадикации? Вот при назначении первой линии было отмечено, что от 20% до 60% больных возникает побочное действие. И данные Кокрейновского обзора, который было на 43 исследованиях, это более 6 тысяч пациентов с язвенной болезнью, было отмечено, что возникает и головная боль, изменение вкуса, тошнота и рвота, диарея в 8% случаев, стоматит, боль в апегастрии, крапивнице. И посмотрите, та страшная клострадиальная инфекция, которая нам так пугает нас, да, но она, конечно, существует, это очень актуальная проблема в наше время, но при вот всего лишь на 6 тысяч пациентов только у трех было описано возникновение клострадиальной инфекции. То есть это довольно-таки редкая ситуация при назначении эрадикационных схем. И таким образом, что мы видим, как часто, какие пациенты, да, то есть то, что нам сейчас рекомендуют и Мастрихт 5, и наши российские гастроэнтерологические ассоциации, что мы должны эрадикацию проводить уже 14 дней, да, это мы это все помним, что частота побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта значительно увеличивается. И посмотрите, раньше было, например, когда мы проводили 7 дней, где-то у 10% был отмен досрочный у пациентов, а сейчас практически каждый четвертый, то есть пациент уже не успевает, не получается у него пропить весь курс в течение двух недель, да, то есть получается четверть пациентов досрочно отменяют схему эрадикации, таким образом мы видим, что неэффективная, да, эрадикация или возникает резистентность. Конечно, и такая проблема, недостаточная приверженность пациентов к приему антибиотиков снижает эффективность эрадикации. И посмотрите, да, то есть примерно на 30% при отмене досрочной отмены уменьшается эффективность эрадикации. Поэтому низкая приверженность пациентов, да, возникает антибиотикорезистентность и снижение эффективности эрадикации. Вопрос настолько актуален, что это было вынесено в МАСТРИКТ-5 соглашение и в рекомендации Российской гастронатологической ассоциации. И мы видим, что приверженность пациентов к лечению рассматривается как важнейший фактор успеха радиационной терапии. Причем отсутствие комплоентности может быть причиной неудачи, причувствительных к назначенным антибиотико-штаммам хеликобактера и с развитием антибиотикорезистентности. Но как же нам все-таки преодолеть этот актуальный вопрос? Во-первых, мы должны подробно инструктировать наших пациентов и контролировать режим приема препаратов. Конечно, следует обратить внимание, что всем пациентам надо предупреждать, что от клориторомицина возникает горечь во рту, потому что из-за этого многие тоже отказываются от эрадикации. Конечно, мы должны обязательно мотивировать пациента, для чего мы назначаем эрадикацию и зачем это нужно. И также включение в схему эрадикации препаратов, улучшающих переносимость антибактериальной терапии, то есть чтобы снизить нежелательные явления. И чем же мы можем воспользоваться? И роль пробиотиков в эрадикационной терапии, что Мастрихт-5, что РГА нам говорит, что некоторые пробиотики могут оказать благотворное влияние на эрадикацию. Но уровень доказательности довольно-таки низкий и степень рекомендации слабая. Почему? Потому что нет до конца больших доказательных исследований по различным пробиотикам. То, что, как мы, только что говорил Леонид Витальевич, что важно знать и штаммы, да, именно, и какие именно используются пробиотики, не просто лактобифидобактерии, да, то есть они настолько все отличаются. И нет достаточно доказательной базы, именно какой конкретно может нам помочь в этой ситуации. Тем более, те предыдущего поколения пробиотики, 90% они погибали в кислой среде. И также вопрос об переходе из анабиоза в активное состояние, да, то есть для бифидобактерий это от 8 до 10 часов, для лактобактерий от 4 до 5 часов. И, конечно, при ускоренной моторике кишечника, ускоренном транзите, мы просто, лактобифидобактерии не успевают активизироваться. И также самое главное, что пробиотики не содержат важнейший метаболит, это масляную кислоту, играющую ключевую роль в развитии, в профилактике антибиотика ассоцированной диареи. Поэтому, что нам еще исследования какие говорят? Было проведено двойное плацебо-контролируемое исследование по одному штамму лактобактерий и показало, что этот штамм лактобактерий не оказал существенного влияния на проявление антибиотика ассоцированной диареи и связаны с ней абдоминальные симптомы по сравнению с плацебо. Чем мы можем еще воспользоваться? Нам предлагается сахаромицета буларди. Но в отличие от предыдущих рекомендаций 2016 года, сахаромицеты не вошли в обновленные рекомендации по диагностике и лечению инфекции хеликобактера в 2018 году. А почему так произошло? В связи с тем, что по данным предыдущих исследований, более возрастных, что снижение, да, показало эффективность энтерола при добавлении революционных схем терапии. Но по последним исследованиям, более новым, что энтерол не оказал эффект у пациентов именно с идиопатической формой диареи, а как раз эффект виден в том числе у пациентов, у которых риск развития клострадиальной инфекции, таких как пожилые пациенты с иммунодефицитным состоянием и как раз пациенты, которые находятся на стационарном лечении. Вот там как раз энтерол займет свою позицию значительно. И почему же сахаромицеты не отвечают на идиопатическую диарею? Так как не влияет сахаромицеты на синтез микробов, синтезирующих масляную кислоту, не влияет на обмен воды и электролитов и не защищает мукозный слой слизистой кишечника. Но влияет положительно на профилактику развития клострадиальной инфекции. Поэтому еще раз хочу сказать, что как раз клострадиальная инфекция это больше назокамиальная инфекция. Мы видим это в стационарах. И поэтому как раз в этой ситуации сахаромицеты будут нам полезны. Но чем мы можем помочь? Какие же нам предлагаются дальше продукты? В Японии есть клостридиум бутирикум. Это как раз анаэроп, бутерат, синтезирующий анаэроп. И исследования показали, что добавление клостридиум бутирикум в схему радикационной терапии хеликобактера значительно снижает частоту побочных эффектов. То есть не возникает диарея, не возникает боль в животе, абдоминальный дискомфорт. Поэтому при добавлении данного пробиотика в схему радикационной терапии повышает эффективность радикации значительно на 18%. Но у нас нет такого препарата, зато у нас есть именно непосредственно масляная кислота в препарате Закофальк с непосредственным высвобождением действующих веществ в толстом кишечнике. И как было отмечено по исследованиям, что Закофальк повышает концентрацию не только масляной кислоты, но и как раз пол бутерат-продуцентов. И также снижает количество бактерий с провоспалительной активностью. И масляная кислота, на самом деле, это как бальзам для слизистой толстого кишечника. Мы видим огромное количество положительных свойств, так как и защита, профилактика колоректального рака, и энергетический субстрат для колоноцитов, и подавление воспаления и так далее. И в том числе и бутерат именно имеет патент при вестеральной гиперчувствительности, то есть влияет непосредственно на вестеральную гиперчувствительность, что очень актуально у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Конечно же, масляная кислота, как я уже говорила, является основным регулятором водно-электролитного баланса в толстом кишечнике. И поэтому, если вспоминая схему развития патогенеза антибиотикоассоцирной диареи, именно идиопатической, как раз закафалька отвечает на все звенья патогенеза данной проблемы. То есть в исполнении происходит дефицит масляной кислоты и микробов, синтезирующих бутерат, происходит нормализация абсорбции воды и электролитов, и происходит восстановление мукозного слоя слизистой толстого кишечника. Как показали исследования, что включение закафалька в схему эрадикации в хеликобактер пилори значительно снижает частоту побочных эффектов и позволяет пройти полный курс эрадикации. То есть мы видим профилактику диареи, метеоризма, и все пациенты достигли полного лечения, то есть никто не отказался от эрадикации. Поэтому включение закафалька в схему эрадикации хеликобактер повышает ее эффективность на 20% за счет купирования побочных эффектов от эрадикации. И в схему эрадикации, как можно закафальк добавить, или раздельный прием, одна таблетка утром, одна таблетка вечером, или можно сразу же рекомендовать пациентам по две таблетки один раз в день, так как непосредственно в освобождении в течение суток идет всего препарата. Но возникает вопрос, как будет влиять на приверженность терапии добавление еще одного препарата к схеме. Не повлияет, не ухудшит приверженность, потому что именно по данным метаанализов отмечено, что приверженность эрадикационной терапии не зависит от количества таблеток, которые принимает наш пациент в суток, а увеличение кратности приема влияет, то есть 3-4 и более раз в сутки, вот это, конечно, момент, уменьшающий приверженность терапии. Поэтому прием закафалька одну таблетку два раза в день или две таблетки в течение суток не ухудшит приверженность наших пациентов. И добавление закафалька в схему эрадикационной терапии по две таблетки один раз в сутки 14 дней позволяет пациенту не отказаться от антибактериальных препаратов и тем самым повышает эффективность эрадикации и снижает резистентность к антибиотикам. Пользуйтесь, назначайте, и пациенты вам будут благодарны.